Всем привет, меня зовут Стас, я представитель компании U-Gears. Сегодня мы будем собирать одну из наших моделей из линейки U-Gears Games. Это Card Holder. Card Holder это органайзер для карт. В нем находится 12 основных ячеек для больших карт и 4 ячейки для маленьких карт. Давайте откроем же ее. Так, модель состоит из 4 досок. Тут есть инструкция, 2 широких резинки, несколько маленьких и свечка. Так, давайте выложим сразу с ума стол. Коробка нам больше не понадобится. Итак, сразу давайте пройдемся по основным значкам. Значит, первый значок это значит смазать свечку. То есть, вот эти все значки вы сможете встретить не один раз в, собственно, инструкции. Первый значок смазать свечкой. То есть, это значит, что в этом месте нам нужно протереть деталь свечкой. Второй значок – обратить внимание. В этом месте, скорее всего, вы можете допустить какую-то ошибку, поэтому нужно особенно внимательно собирать этот этап. Следующее – это у нас проработать механизм. То есть, обычно это, как правило, какие-то сложные механизмы, либо шестеренки, которые вы должны разработать, чтобы они работали хорошо. Значит, вот этот значок означает временно сильно не прижимать детали. То есть, при соединении деталей вы их не дожимаете до конца временно, опять же. Дальше вот этот значок значит, что вы должны произвести такую же сборку только в зеркальном состоянии ее. Ну, то есть, отзеркалить, грубо говоря, узел. Дальше это означает протереть наждачкой. И это означает обрезать зубочистку. Давайте вернем на первую страницу. Итак. Первая деталь. Первая деталь у нас находится на доске номер один. Выдавляем ее. Вторая деталь вот здесь рядом. Выдавляем. Так, сразу видим, что у нас значок смазать свечкой. Открываем свечку. И смазать тут надо вот это ушко. Соединяем эти две детали. Вот так. Выдавливаем деталь номер три. Вставляем вот в эту ось. Ушком. Вот так. Вот. Теперь достаем еще одну деталь номер один. Смазываем ее точно так же. в области ушка. Так. И надеваем ее вот так. Должна получиться вот такая ножка. Так. Дальше. Этап номер пять. Берем широкую резинку. Берем деталь номер N. Точнее не номер, а под буквой H или N. Она у нас находится на доске. Также номер один. Но я ее тут не вижу. Но я ее тут не вижу. Сейчас. На четвертой доске она находится. Вот. Разрезаем резинку. Просто в произвольном месте пока. Режем. И прикладываем ее к вот этому выступу. И обрезаем ее под этот. Чтобы она была четко этого размера. Вот так. Делаем это еще раз. Вот тут вот. Два раза написано. Это сделать. Так. У нас есть две резинки. Теперь выдавляем деталь номер четыре. И сразу можем выдавить деталь номер пять. Дальше смотрим по инструкции. Даже можем выдавить их по две штуки. Поскольку нам это все равно нужно будет сделать два раза. Две детали номер четыре и две детали номер пять. Вот так. Берем деталь номер четыре и одну резинку. Обворачиваем деталь номер четыре резинкой. И придерживаем ее двумя пальцами. Вот так. Берем деталь номер пять. И зажимаем резинку в детали номер четыре. Вставляя деталь номер пять в паз. Тут нужна определенная сноровка. С первого раза может не получиться и у вас. Есть. Я вставил. И я прижму ее, чтобы дожать. Вот так. Готово. Вторую деталь точно так же. Берем четвертую. Обворачиваем резинкой. И зажимаем пятые детали. И зажимаем. Готово. Так. Теперь. Вставляем эти детали вот сюда. При этом обращаем внимание на то, какой стороной должны торчать детали номер пять. Они должны торчать наружу. Как бы вот сюда. То есть вставляем ее вот так. Один. Сейчас. Вот дожать. Вот не дожал. Если с одной стороны выпадает, то попробуйте с другой. И одеваем вторую. Или надеваем. Так. Теперь. Выдавливаем две шестые детали. И вставляем их вот в эти пазы. С двух сторон. С этой стороны. И с вот этой. При этом следим за тем, чтобы петли были вверх. Смотрели вот в эту сторону. Дальше. Этап номер одиннадцать. Выдавливаем две детали номер семь. Смазываем. Смазываем. Можно смазать ушки. А можно смазать вот эти оси. Я смажу оси. И надеваем их вот сюда. При этом. Смотрите, как надеваем. Продеваем сначала в ушко. Вот сюда. Вот так. А потом, подгибая немножко вот эти детали. Вставляем их вот сюда. Вот так. Должно получиться вот так. И вторую точно так же. Сначала на ось надеваем. А потом вставляем детали. Вот. Вот такая получается конструкция. Переворачиваем на следующую страницу. Теперь нам нужно взять маленькую резинку. И завязать узел приблизительно на вот эту длину. Завязываем узел. Примеряем приблизительно. Не обязательно, чтобы было точно так, ориентировочно. Приблизительно вот так. И обрезаем лишнюю часть. И еще раз так же повторяем. Делаем узел. Смотрим, какая длина получается. Ну, чуть меньше, но ничего страшного. Чуть меньше. Сейчас. Надо затянуть хорошо. Готово. Готово. Так, теперь берем вот эту нашу конструкцию. И каждый из ретинок цепляем за петли друг напротив друга. Резинку берем. Цепляем здесь. Притягиваем снизу. И цепляем вот так вот. Вот. Должно вот так получиться. Втрогиваем то же самое. Так, дальше. Страница номер 7. Выдавливаем деталь номер 8. Деталь номер 8 у нас находится на доске номер 3. Ищем доску номер 3. Деталь номер 8 у нас находится на доске номер 3. Так. Так. Вставляем деталь номер 8. Вставим. Есть. Теперь две детали номер 9. Детали номер 9 у нас также на доске номер 3. Вот они. Вставляем их вот сюда. Одну. Вторую. Детали. При этом вставляем так, чтобы кривая линия была с этой стороны. Одинаково. Так. Дальше. Берем опять же широкую резинку. Можем взять нашу старую резинку. Тогда вам даже вторая не понадобится. Давайте так и сделаем. И обрезаем ее уже по вот этому размеру. Вот так. Таких нам нужно две. Деталь номер 10 у нас находится на доске номер 1. Вот она. Так. Смотрим. Этот этап по аналогии с этапом на странице. Вот. А этой на странице 5 нам нужно закрепить резинку. Резинку с помощью детали номер 5. Вот. Сейчас нам дальше будет показано, как. Вот. Можем сразу выдавить деталь номер 5. Даже две. Вот. Резинку берем. Обращаем внимание, чтобы вот эта точка была именно с этой стороны. И резинку продеваем сначала вот в это отверстие, верхнее, узенькое. Обворачиваем вокруг всей детали. Вот так. Ну, не всей, а нижней части. Зажимаем резинку двумя пальцами. Так, чтобы резинка двумя сторонами доходила до отверстия. И берем второй рукой деталь номер 5. И вставляем ее в отверстие, зажимая резинку. Получается вот так. Так. Теперь выдавим деталь номер 10 на доску номер 2. Так, обращаю ваше внимание на то, что вот эта деталь, это точно такая же, как вот эта. Но собрать мы сейчас должны зеркально. То есть, вот эта деталь номер 5 у нас должна быть уже не с этой стороны, а с вот этой. Соответственно, мы берем резинку и вставляем ее с какой угодно стороны. Но зажать мы ее должны уже с вот этой стороны. То есть, вот так, зеркально. Так, зажимаем. Есть. И вот у нас получилось две зеркальные детали. Это есть. Дальше. Тут нам понадобится сразу несколько деталей. Деталь номер 12. Основная, большая деталь. Она находится на доске номер 1, опять же. Доска номер 1. Вот она. Дальше нам понадобится детали номер 11, 13, 14. Они находятся на доске номер 2. Так, вот 11. 13. Смотрите. Сейчас, страшно. Маленькие детали плохо выдавливаются, как правило. 13 и 14. Есть. Значит, берем деталь номер 12. Нет, давайте сначала даже не так. Возьмем деталь 14 и 13. Вставим их друг в друга. Должно получиться вот так. Так, теперь нам нужно вот эту шайбу, деталь номер 13, зашкурить и промазать свечкой. Сначала мы ее зачищаем вот от вот этих заусенцев. всех. Так, и промазываем немножко свечкой. Так, теперь берем деталь номер 12. Обращаем внимание на то, чтобы логотип был перевернут лицом к нам. Вот как показано в инструкции. Снизу вставляем деталь номер 13 и 14. И берем деталь номер 11. Вставляем ее вот так. Берем маленькую резинку. Так, вот есть она. И делаем узел вокруг хелпера нашего. Для этого нам нужно разрезать резинку. Так, сделать узел крупным. потуже затянем. Снимаем с хелпера и обрезаем лишнее. Теперь нам нужны две детали номер 15 и одну деталь номер 16. Они находятся на доске 2. Доске номер 2. Вот две детали номер 15. Давайте выдавим безблок, чтобы легче было. берем деталь номер 16 и в два ее шипа с двух сторон вставляем детали номер 15. вот так. Должно получиться вот так. Теперь берем вот эту маленькую резинку и одеваем на два крючка детали номер 15. Сначала на один, потом на другой. Должно получиться вот так. А, и еще я забыл, что нужно вот здесь смазать по инструкции. в этих местах. Есть. Теперь берем вот эту крышечку и вставляем наши крючки с этой стороны, при этом их раздвигая, чтобы они как бы были с двух сторон от вот этого овала. И вставляем два паза. Нужно попасть, потому что не видно. Должно получиться вот так. Получается своеобразный вот такой замок, который нужно чуть-чуть разработать. Вот, кстати, я бы вам рекомендовал еще дополнительно смазать вот этот овал. Да, тут показано, а я забыл. Нужно его тоже смазать. Давайте сейчас я сниму резинку и это тоже сделаю. Потому что он застревает. Смажу с этой стороны. Смажу вот здесь. И идем на резинку обратно. Вот, должно получиться вот так. Немножко проработаем. Есть. Готово. И теперь нам понадобится последняя деталь из этого блока, деталь номер 17. Деталь номер 17 вставляем с этой стороны вот в эти два паза. Вот так. Готово. Дальше на странице номер 9 мы видим, что нам нужно соединить все элементы, которые мы до этого собирали. Для этого предварительно нам нужно смазать вот эти выступающие части. Дальше. Начально я вам советую одевать... А, обращаем, кстати, внимание на то, что вот у этих деталей, так как мы их запирали зеркально, нужно, чтобы вот эти детали номер 5 выступали наружу. То есть, одеваем вот эту деталь с этой стороны. Вторую деталь с другой. Вот так. Теперь, прежде чем надевать эту деталь, мы берем крышку и вставляем одним шипом вот сюда. Так. Теперь вот эту деталь и закрываем этот узел. Вот здесь готово. Вот тут мы... Указано, что мы должны разработать замок. Я это уже сделал. У нас работает все хорошо. Пойдем дальше. Перевернем страницу. Так, тут в первом этапе нам нужно две детали. Деталь номер 18 и 19. Они находятся на странице... Ой, извиняюсь, на странице. На доске номер 1, я так предполагаю, да? Так, тут у нас номер 2. Вот деталь номер 18. Деталь номер 18 находится на первой доске, а деталь номер 19 на доске номер 3. Так, и тут я бы, кстати, вам посоветовал, тут в некоторых местах примочки стоят в таких местах, поэтому давите на деталь аккуратно, чтобы не сломать. Вот как здесь. Здесь тоже нужно аккуратно ее выклить. Так, берем деталь номер 19. И вот так, чтобы не перепутать, смотрим в инструкцию и собираем вот так. Есть. Теперь нужно две детали номер 20, две детали номер 9. Деталь номер 9 на доске номер 3. И две детали номер 20. Вот, они у меня уже выдавлены. И поскольку каждая из этих деталей помечена своими точками, я их даже не перепутаю. Нам нужны сейчас детали с точками, с двумя точками. Вот они. Давайте сначала ставим деталь номер 9. Опять же, кривая линия должна смотреть наружу. Поэтому перепутать тут сложно, как их вставлять. И детали номер 20. Вот так. Так, чтобы точки смотрели вверх. Вот, это у нас получается второй ярус нашего кардфолдера. Теперь нам нужно собрать третий ярус. Для этого нам нужны детали с тремя точками. Все детали с тремя точками. Вот я сразу соберу их. Это детали номер 23. Вот они. Дальше детали номер 22. И две детали опять же номер 9. По аналогии сначала... А, еще деталь номер 21 я забыл. Она у нас на доске номер 2. Также смотрим на инструкцию, чтобы не перепутать ориентацию детали. Дальше детали. Вот так. Теперь... Теперь... По аналогии берем... Сначала осуществляем 9 детали. В середину. Теперь боковые. Так, это у нас получился третий ярус. Дальше четвервертый ярус. Сразу выдавливаем деталь номер 24. 25. Дальше деталей номер 25. Дальше деталей номер 26. Дальше деталей номер 26. Выставляем деталь номер 26. и теперь стеночку поджимаем со всех сторон, чтобы не оставалось просвета готово, теперь нам нужна деталь номер 27 с логотипом можно выдавить сразу две эти детали чтобы легче было отделить их друг от друга вот так и теперь деталь номер 27 вставим вот в эти пазы готово теперь нам нужна одна деталь номер 28 вот такая вставляем ее так, чтобы 4 точки смотрели вверх вот так теперь откладываем этот элемент смотрим дальше что у нас две детали номер 29 две детали номер 30 давайте их найдем вот 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 детали номер 29 на первой доске вот так вставляем одну деталь с этой стороны вот так и зеркальная и зеркальная вторую вот у вас должно получиться два вот таких зеркальных элемента идем дальше идем дальше так теперь берем деталь номер 32 которую мы выдавили ранее вот она и вставим заготовленные элементы нашей вот сюда вставляем аккуратно потому что деталь довольно таки сильно с таким узором очень много реза поэтому аккуратно чтобы ничего не сломать хотя она довольно крепкая несмотря на что вот теперь нам нужно две детали номер 33 и две детали номер 34 введем их не пр west но не не а плохо надавливается а нет уже Теперь в инструкции сказано, что эти оси необходимо смазать Берем свечку и протираем эти места Теперь берем детали номер 34 Поворачиваем вот этот А, я извиняюсь, я на вот этом этапе забыл деталь номер 31 Вставляем деталь номер 34 И номер 33 Так сбоку Этот элемент Представляет собой крышку для расположения карт маленького размера Так, давайте же соберем их вместе Тут я чуть-чуть не дожил Так На инструкции показано, что Опять же нужно смазать вот эти ушки Давайте сделаем Так Теперь вставляем В отверстие И берем вторую деталь номер 28 Закрываем ее с другой стороны Закрываем ее с другой стороны Сложность в том, что сразу несколько шипов, в которые нужно одновременно попасть Можете открыть, например, вот эту крышку, чтобы упростить себе задачу Ага, так, я тут выпал с этой стороны Давайте немножко теперь это жмем обратно Вот Чтобы вставить здесь Еще дожмем Вот Теперь зажмем обратно Готово Так Теперь нам нужно собрать все четыре яруса воедино Так Берем их Складываем один на один Смотрим так, чтобы все ярусы были один на другом При этом Видим, что на каждом из ярусов есть точки Про которые я уже говорил Одна точка означает, что это первый ярус Вторая, что это второй и так далее Вот Ставим их один на один Дальше Смотрим На этот этап Нам нужны детали номер 35 и 36 Вот детали номер 36 Давайте пока Выдаем Одну Детали номер 35 Теперь нам нужно смазать все торчащие элементы Вот здесь Для этого я разверну всю шкатулку вот так Чтобы Увидеть ее Сверху так удобнее будет Так Берем свечку И смазываем все вот эти выступающие шипы Так так давайте я пока поставлю ее горизонтально и также смажем и вот эти элементы в области отверстий круглых отверстий со всех сторон по чуть-чуть сложу все ярусы воедино для удобства их переверну вертикально и начнем их соединять берем сначала большую деталь и по диагонали соединяем все четыре яруса вставляю деталь в шипы теперь маленькие вот так все теперь они держатся вместе дальше давайте отставим сюда нет не держатся еще раз один два три так теперь нам нужны детали номер 37, 38, 39 и 40 плодные штуки можно выдавить сразу две они нам позже понадобятся сразу они помечены также точками поэтому их сложно перепутать с другими так и так берем деталь с одной точкой это деталь номер 37 и вставляем ее в корпус первого яруса который тоже промаркирован одной точкой при этом вставляем при этом вставляем эту деталь так чтобы точка была со стороны вот фасада с этой стороны вот так теперь берем деталь номер 38 с двумя точками вставляем по аналогии во второй ярус вот так точно так же проделываем это с деталью номер 39 и 40 вот так опять же отверну горизонтально И теперь нам все то же самое Нужно повторить с другой стороны Давайте это сделаем Выдавим детали номер 3536 Так, возьмем нашу скотинку Теперь повернем ее вертикально Смажем все выступающие шпы Дальше смажем каждое отверстие В деталях номер 35 и 36 Начинаем собирать Так, и опять же Скрепляющие детали Под номерами 37, 38, 39 и 40 Собираем снизу вверх Или сверху вниз Как вам угодно Дальше смажем Дальше смажем Это был последний этап сборки Сборка закончена Итак, мы собрали кардхолдер Сейчас я вам покажу Как эта модель работает Для того, чтобы открыть его Нам нужно провернуть Вот этот ключик Теперь откидываем Две крышки И нашему взору Открываются 12 ячеек Которые мы можем Поместить в карты Вот, но для того, чтобы Его разложить В кардхолдер Нам нужно Для начала Откинуть вот эту ножку Теперь Мы можем его раздвинуть И Попробовать Поместить в него карты Как я уже сказал У нас 12 ячеек В каждую из которых Помещается Несколько десятков карт В целом В кардхолдер Помещается около 400 карт Также Во время игры Вы можете Использовать Верхние ячейки Для того, чтобы Поместить в них Мелкие карты Вот так Вот И в целом Эта модель Очень хорошо Экономит место На вашем игровом столе И Организует пространство Давайте теперь покажу Как Эта модель Закрывается Мелкие карты Мы можем Переносить Также в крупных ячейках Потому что Крышка у нас Закрывается И Не может себе Хранить мелкие карты Так Сдвинем ее обратно Крышку мы Сначала нижнюю Закрываем Потом верхнюю И Для того, чтобы Зафиксировать Поворачиваем Ключик Все Теперь у нас Крышки не откроются Прячем То, как работает Шкатулка Вы можете увидеть В инструкции На последних страницах Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok